Сахарный диабет не приговор, это образ жизни. Спорт полезен, но в ювелирных пропорциях, чтобы не навредить. Организаторам удается это делать уже на протяжении 10 лет. За это время в Спартакиаде приняли участие дети из более чем 60 регионов страны. В этом году участниками Диаспартакиады стали 36 ребят от 10 до 14 лет из Брянска, Ленинградской областей, Забайкальского края, Крачево-Черкесской, Чувашской республик, а также республики Коми. Каждый год ребята собираются из разных регионов. Как правило, это дети из малообеспеченных семей, которые не могут себе позволить приехать просто так на море отдохнуть. И, конечно же, это для нас огромная честь принимать этих ребят в Сочи. В жизни этих детей все по-другому. И даже спорт им рекомендован для умения управлять своим заболеванием. Мы пытаемся провести образовательную часть, чтобы детей поучить управлять собственным заболеванием в нестандартных условиях. В условиях, ну, фактически лагеря, да, назовем это так. Когда большие физические нагрузки, нестандартные, купание в море, свободная еда. У нас нет никакой специальной диеты. Это давно ушло уже в прошлая диета у людей с диабетом первого типа, который на инсулине. Мы учим их считать еду, правильно рассчитывать дозу инсулина. У диабетчиков зачастую больше нельзя, чем можно. Поэтому любые положительные эмоции – это тоже форма лечения. На этот раз в качестве подарков ребята получили новые глюкометры. Это нам поставили специальный прибор, чтобы измерять сахар. И залепили его пластырем, потому что мы будем заниматься спортом, чтобы он не отвалился. А это можешь показать, как это работает? Они берут специальный пульт управления, прислоняют его и показывают сахар. Приобрести такой аппарат для непрерывного измерения сахара в крови может далеко не каждая семья. Срок его использования – две недели, а стоимость – почти 5000 рублей. Однако ношение именно такого прибора позволяет детям контролировать цифры, от которых зависит их жизнь. Ребят ждал еще один сюрприз. Поддержать их приехала первая участница спартакиады, а ныне победительница чемпионата Европы по зимнему триатлону Юлия Байгузова. Спортсменка рассказала, как добиться успехов, несмотря на диагноз. Зарядившись хорошим настроением, мальчишки и девчонки будут в течение недели соревноваться за звание лучшей команды, которой не страшны любые испытания. Елена Авсецина, телекомпания «ФКТ». Я была таким же участником, как и вы.